Здравствуйте, добро пожаловать на канал About Animals. Мать не смогла больше молчать о том, что делает медсестра с ее дочерью. Рак – это самое худшее, что можно себе представить. Особенно, когда это касается детей. Шелби и Джонатан думали, что их двухлетняя дочь Софи страдает от аллергии. Ей было очень трудно дышать, и ее лечащий врач подозревал, что у девочки развелась астма. Но вскоре стало ясно, что ситуация намного серьезней. Через несколько дней у Софи было запланирован тест на аллергию. Но она не смогла пройти этот тест. Однажды ночью она перестала дышать. Это кошмар для любого родителя. Шелби и Джонатан побежали звонить в скорую помощь. Через несколько минут они отправились в больницу. Только тогда врачи смогли подтвердить, что Софи страдает от чего-то гораздо более серьезного, чем астма и аллергия. У нее развелась тклеточная лимфома. Это был рак. С тех пор Софи провела несколько месяцев в больнице и прошла курс химиотерапии. Несмотря на то, что она боролась изо всех сил, рак продолжал распространяться. Химиотерапия повлияла на ее способность ходить, говорить, есть и пользоваться руками. Сейчас девочку готовят к операции по введению стволовых клеток. Мама Софи, Шелби, постоянно находится рядом с дочерью. Часто у нее так много забот, что она совершенно забывает о себе. Единственное, что имеет для нее значение, чтобы Софи начала поправляться. Родители создали страницу на Фейсбук, где рассказывают о борьбе Софи с болезнью. Они хотят, чтобы у семьи и друзей был простой способ посмотреть, что происходит с их дочерью. Страница называется «Храбрая Софи». Так вышло, что этой страницей стали интересоваться не только родственники девочки. Сегодня за судьбой Софи наблюдает более 12 тысяч человек. На странице, которая привлекла так много внимания, есть одно сообщение. Другие мамы, у которых есть больные дети, близко к сердцу приняли слова Шелби. Это было сообщение о медсестрах и других сотрудниках больницы, которые заботятся о Софи. Шелби написала. «Я вижу вас. Я сижу на этой кушетке целый день и вижу вас. Вы так стараетесь быть незаметной для меня и моего ребенка. Я вижу, что ваше лицо становится грустным, когда она видит вас и плачет. Вы пытаетесь придумать разные способы, чтобы облегчить ее страхи и поддержать ее. Я вижу, как вы не решаетесь брать у нее кровь и срывать пластыри с ее руки. Вы говорите «больно не будет» и «прости» больше раз за день, чем большинство людей говорят «спасибо». Я вижу все эти резиновые браслеты на ваших руках и стетоскопе, каждый для одного из детей, о котором вы заботились и которого любили. Я вижу, как вы гладите ее маленькую лысую голову и укрываете ее одеялом. Я вижу, как вы поддерживаете плачущую мать, которой сообщили плохие новости. Я вижу, как вы разбираете медицинские карты в компьютере, чтобы найти и поддержать детей, чьи матери не могут быть с ними в больнице. Вы откладываете все, что происходит в вашей жизни на 12 часов, чтобы заботиться о больном и умирающем ребенке. Вы заходите в каждую комнату с улыбкой, независимо от того, что там происходит. Вы видите имя Софи в графике и заходите к нам, даже если в этот день она не ваша пациентка. Вы звоните доктору, в банк крови и аптеку столько раз, сколько необходимо, чтобы мой ребенок своевременно получил все необходимое. Вы спрашиваете у меня каждый раз, как я себя чувствую. Вы сидите и слушаете меня в течение 10 минут, несмотря на то, что ваш телефон звонит, а ваш список дел длинный в километр. Я вижу вас. Мы все видим вас. Никакие подарки и деньги не смогут выразить то, как мы вам благодарны. Вы для нас Иисус. Наши дети не смогли бы получить то, что им нужно без вас. Мамы, подобные мне, не чувствовали бы поддержки и не были бы услышаны без вас. Вы спасаете наших детей, и мы без вас абсолютно беспомощны. Сообщение Шелби получило 27 тысяч лайков, и это неудивительно. Все эти замечательные медсестры и другие сотрудники больницы действительно заслуживают признания. Они делают невероятно тяжелую работу. Мы надеемся, что Софи скоро поправится. Недавно стало известно, что рак Софи отступил и почти полностью исчез. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории. Субтитры создавал DimaTorzok